Этот год увойдет в историю, как рекордный пауз ровный воды в гомельских реках. Специалисты отзначают, показчики критичные. Замес нормы у 600-700 мм опадков в этом сезоне выпало от силы только 40. И такая картина не только в Гомельской области, а и по крайней целом. Практично по всей Беларуси было припынено судноходство. Разом с тем, представники Министерства природных ресурсов супакуевают. От этого якость воды в наших реках за год горш не стала. Если говорить о Гомельской области, самой грязной по Гомельской области была река Уза. Так вот, за последние пять лет достаточно серьезно улучшилось качество. Это говорит о том, что проведены мероприятия, прошла модернизация очистных сооружений. Новые обсталевания для очистки воду коронели у Гомеля и Будакашалевы. Очищальное сбудование у Мазыры охопливает стеки Ельска, Нароли и Калинковича. Эта информация прогучала нас устреча рабочих групп по охове вод и контроле их якости в Беларуси и Украине. Выники своей працы представили специалисты краины-суседки. Особливая увага там надается радиационному мониторингу якости подземных вод в зоне отчужения. Все мероприятия природоохранные там осуществляются. Это и следует контроль за состоянием дамб оболования, которые для того, чтобы вода не попадала за дамбовое пространство и не было у нас смыва загрязненных территорий в реке. Все это работает, отдельная служба у нас есть. Норма по якости воды рады и нуклидам в двух краинах однольковые. Яны заховались и с 6 часов Советского Союза. Это позволяет Беларуси и Украине говорить на одной законодавшей мове. Разом с тем поступово в правовых базах все же отбываются смены. Так в Украине заразы де адаптация законодавства до Европейского Союза. Темчасом в Беларуси 21 мая этого года уступил силу новый водный кодекс. Такие же встречи позволяют анакировать працу в двух краин в одной речише отделе огульной мыты – захование водных ресурсов. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель».